Девушки отдыхают 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 Ну, а КТ, в свою очередь, у них такой, кстати, средний бай, потому что я вижу 5-7 у Хореза. Ну, они угадывают более-менее, нет? Как думаешь? Пока что да, но все равно выходят на базу B, где их ожидает два опорника. Проигрывает, как отрили, перестрелку. Также на миду Стил Герман перестреливает Хорезу. Ну и, судя по всему, ситуация подходит к концу в раунде номер 3, который забирает команда Underground. Необходимо сейвить. Да, я тебя поддерживаю, молодцы вообще. Так зашли четко, да? Сплитанули B, 2 плюс 2 сыграли и мидл люркер был Герман. Прям молодец. Очень осторожно, не торопились, ребята. Неожиданно просто для Джузефа и в прыжке убивает Лукикс Сереза. Ай-яй-яй, не пошло, не пошло. Приходится уходить на сейв. Ну, молодец. Все, что остается сейвить, да, в данном случае. Да, нужно сейвить. Ну и смотри, какой будет следующий раунд. Я бы посоветовал команде Ункл Скуфс сделать эко какое-то, потому что не особо у них много денег. Ну и с одной эмочкой, да, попробовать как-то разыграть раунд. Да, какой-то полубай, может поджать B-мейн, возможно, под флеш. Было бы вообще клево, знаешь, поджать. Они же делают сплит-B. Но они к тебе не прислушиваются и делают фулл-бай. Посмотри, у них даже появляется снайперская винтовка. Да, ну так можно подавик что-то придумать. Может быть, мидл какой-то. Сейчас посмотрим, куда он пойдет. Судя по всему, должен идти на мид. По крайней мере, в прошлый раз я его там видел. Вот, он как раз идет со снайперской винтовкой пикать мидл, но там никого нет. Никого нет, это фаз-б, это фаз-б. Да, он залетает на базу-б, команда террористов кидает гранаты везде по всей базе. Ай-яй-яй. Кидается молотов прямо в лобби. И убивает калиллу. Альфа-гамма, альфа-гамма сделал важный килл. Ой-ой-ой, как не пошло, ай-яй-яй. Что это? Случайно, мышка, мышка, да-да-да. Мышка, да-да-да. И все-таки погиб. F-8 или F-B. F-B, ну тут 2 в 2 осталось. Остался раунд, остались люди. Но они будут пытаться, я думаю, будут пытаться брать этот раунд. Интересная ситуация, как раз 2 в 2. Бомба поставлена. Молотов отгоняет одного из... Ай-яй-яй. Ого, забирается снайперской винтовки магу Хореза. И забирает второго с Юспа, просто врывается. Очень жестко, очень жестко. Но свой раунд отдали андегранд, я считаю. Они должны были забирать. Это 100%. Согласен, согласен. 2 в 2. Молотов отогнал одного из КТшников обратно. Из темпла. Из темпла отогнал, да-да-да. Но это раунд по-любому должен был за андеграунд быть. Но видишь, как... Не пошло. Ребята, также напоминаю, что мы читаем ваши комментарии. Пишите. Нам очень важно ваше мнение. Будет приятно услышать ваше мнение по игре. О том, за кого вы болеете. Поддерживаете какую команду. Так что, конечно, пишите, ребята. Ну и что же, тут у нас... Ну, по-моему, он на Миду сейчас встреча будет. Ой-яй-яй. Снайперский винт забирает. Он Жуфри. Да-да-да. Гораз забирает Жуфри. Подбирает мага снайперскую винтовку. Будет ли пытаться пикать в ответ. Да, и ребята пытаются Мидл занять за атаку. И медленно проходит. Но, правда, смог неудачный. Они кинули. И, соответственно, не могут пройти. Необходимо будет отойти, ребята. Потому что здесь их уже, очевидно, неудачно неудачно. Да. Ну, вот тут вот Эпик СКФ, он сидит в такой позиции. Неприятный, да? Неприятный, да. Очень неприятный. Неприятный для команды Германа. Потому как в коне никого нет. Но Underground решили развернуться. И они пойдут на мидл. И тут будет сейчас встреча между магой и Виллезом. Ну и как? Мага его проверит, интересно? Его слышал Виллез? Пореза отправляется на базу А. Судя по всему, решает помочь своему тиммейту. В то время как Виллез встречается на мидл. Ай-яй-яй! И проигрывает эту встречу. Проигрывает встречу. Это важно. Сейчас было убить его. Забрать. А Герман близко к базе Б. Проходит по воде. И ожидай, что все-таки кто-то зайдет в спину. Ну тут заход уже на! Ай-яй-яй! Просто практически в прыжке. Хорош! И Герман убился! Герман забрал под Б. В люрке? На люркере забрал, да. Вообще молодец. Ай, его тут ждут. Ну конечно его ждут, да. Ну... Анкл Скуф укрепили А, но видишь как... Как-то у них не пошло по стрельбе. Но нужна им поддержка, ребята. Так что давайте лайки ставим. Комментарии пишем, поддерживаем. И следуем за нами на Твиче. Да-да-да. Поддерживаем команду Анкл Скуф, потому что... Ну надо им как-то собираться. Они тут укрепили базу, но как-то не пошло. Но! Тут СКФ. Будет пробовать! Один на базу. Еще второго забирать! Ну! Третьего? Нет? Третьего? Нет почти! Мага перестрелял сегодня неоднократно с этой снайперской винтовки. Ну да, Мага сегодня MVP, наверное, будет этого матча. Ну пока что сложно сказать. Если смотреть по киллам, то... Серж Гуа, посмотри, 8 киллов у него уже за 5 раундов. Да, но Серж Гуа... У него даже и фотография такая. Видно сразу, что человек серьезный. Настроен очень... А, это Альфа Гамма я нажал. Нет, это Альфа Гамма. А вот Серж Гуа. Видите? Альфа Гамма серьезный. Ну опять же, так. У нас с утраунд опять контроль Мега. Пытаются террористы организовать. Медленно проходит. Ну там перестрелка. И Сюспа забирает Альфа Гамму. Пытает забрать калашу. Опасно, опасно. И второго забирает! Мега просто погибает! Ай-яй-яй! На перезаряд километра! И забирает мага к Кадриллу. Как же это получилось? Он Сюспа прошел на воду, забрал одного. И потом подобрал калаш. И второго забрал. Как же так? Ну ладно, ничего страшного, я думаю. Сейчас ребята... Медленно подходит команда террористов к базе А. Распикивают. Откинули молотов. Кинули гранату. Чтобы нанести урон команде противников, который ожидает их на этой самой базе. Да, но тут бай у них не сильно такой серьезный. Видишь, Диггалу, ЭМПшка. Медленно подходят... О, а где килл нашли? Он наводил, нашел килл. Джоэфи Энзи. Вот тут размен. Жуфри, Жуфри. Жуфри, да, Жуфри. Зовут. Угу. Ну, два в три. Что команда террористов придумает? Мага пытался выйти один на А. В это время. Серджуа обходит через всю карту просто. И сейчас увидит Херезу, который также... Дуэль? Важная дуэль была. Ай-яй-яй, проигранная важная дуэль. Но давайте магу. За магу топим. Возьмет ли он этот клатч. Один в три. Я в него верю. Я думаю, что он может. Я уже не впервые вижу данный никнейм. Один из сильнейших игроков Underground. Так, контакт. Хедшот. Легкий хедшот вообще. Спокойненько. Его не ждут с КТ, я думаю. Так, слышу. Интересно, они даже не посмотрят, наверное, направо... Нет, смотрят на любви. Проверяют. Забирают одного. И второго. И второго. И второго! Вот это клатч. Вот это да. Я говорил, мага НДП этого матча будет. Сегодня у нас новый комментатор. Его зовут Давид. Познакомьтесь, пожалуйста. Представляю вам Давида. Да, добрый день, ребята. Я уже... Я, кстати, ни разу не комментировал матчи, но вот мой опыт первый. Так что не судите строго, так сказать. Но Давид уже, наверное, вам всем знаком, он является капитаном, вернее, не капитаном, а рифлером команды АББА. У-у-у-у, важная перестрелка была. Её проигрывает. Джофри, да? Или как? Джофинс. Джофри. А, Джофри, Джофри. Извиняюсь, извиняюсь сразу же. Ай-яй-яй. Контакты идут. Герман пытается найти. Мага подходит к нему на помощь и... Герман, ну! Перестреливает его с Эпикс КФ. Как же у Германа не пошла стрельба в важном моменте? Ситуация 5-2. Ситуация достаточно патовая. Необходимо просто сейвить и не завершать раунд полным выбиванием со стороны команды спецназовцев. По моему субъективному мнению. Ну что ты думаешь? Борьба будет близкая, как ты вот? Как всегда. На этих турнирах всегда борьба близкая. Я за допы. Я за допы болею, конечно. Ну, рано ещё говорить о допах. Всего лишь 5-1. Седьмой раунд. Посмотрим. Посмотрим, что ещё у нас первая половина на данной потрясающей карте. Я очень люблю, кстати, карту Анубис. Не так сильно, как Инферно, но всё же она мне нравится. А тебе, Давид? Я соглашусь с вами, что Анубис и правда импонирует. Ну, вообще и мне, и игрокам. Новая карта, кстати говоря. Ну, в своём роде новая карта, да? Если сравнить, например, там с Миражом, то, конечно, Анубис новая карта. Да, и она и правда прикольная, интересная. Много заходов могут. Много фейков можно делать. Заходить на А, сплит А, сплит Б. Ну, в общем-то, да, интересная. Но лично мне, конечно, наверное, всё-таки Инферно, да. Инферно будет на первом месте для меня. Ну, Underground засевили. Молодцы, ребята. Я думаю, правильное решение, потому как денег нет. И что? И что, будет форс? Сейчас у них появляется возможность закупиться хотя бы немножко. Да, будут форсить на оставшиеся деньги, купят. У них сейчас есть три Калаша, один Галил и Тек-9. И это Б-Раш, наверное? Да, это Б-Раш, ребята идут. Ну, не знаю. Кое-кто отделился и идёт на Мидл. Ну, да, на Мидл решил. Поджалыш. Зашли некие события. Мага забрал с КФ, но в ответ Альфа-Гамма погиб от гранаты. Да, пытался поджать Эпик с КФ Б-Мейн, но у него не вышло. Его разменял Хореза, да, по-моему, разменял? Да. Ну что, раскид Б. Это фейк какой-то Б. Они раскидывают достаточно неплохо базу Б, но не выходят. Они напрягают её. Это фейк Б. Да, судя по всему, это действительно фейк, потому что они решили пройти через Мидл. Не ожидают, скорее всего, вида. Не прочитал. Ай-яй, второго не пошла. Но его перестреливает Жуфри. Ну, и у нас на базе остался один Кокодрилла и... Не попал. Жаль. Было близко. Ситуация 2 в 3. Пока что преимущество в этом раунде сохраняет команда Анкл Скуф и продлевает его с учётом убийства Жуфри. Да, но Магу не считают. Я думаю, что это очередной коллайдж для Маги. Мага способен на всё. На сервере мы уже это знаем. Не стрелять. Не стрелять. Ай-яй. Забирает одного. Забирает. Нет, не забирает. Хореза мстит за своего тиммейта. Как же было близко. Мог забрать второго и взять этот раунд спокойно и помочь своей команде. Мага способен на все. Ситуация на базе B. Перестрелка. Мага забирает двоих из своего Тэк-9. Третий будет? Перезарядка. Ай-яй. Ай-яй. Нет, СКФ его забирает всё-таки. Ситуация 3 в 1. В пользу команды Анкл Скуфс. Остался Жуфри с Тэк-9. Обходит. Его заметили. Его заметили. Это очень плохо. Но бомба на Аст лежит. Так что... Тут шансов будет немного. Мы немножко отвлеклись. Поэтому... Пропустили некоторые моменты в этом раунде. Да, пропустили моменты. Но ничего страшного. Тут был быстрый выход на А. Но видите, как не вышло у них закрепиться. А Эпикс КФ прямо ждёт, что пойдёт лопать. И прочитал, да. Прочитал, что Джуфри будет обходить спину. И спокойненько забирает Джуфри. Как ты и говорил, Давид. Заруба будет плотная. Видим, что уже на счёте... На табло у нас 5-4. В пользу команды Underground было 5-1. Ну, я скажу так, что Underground отдали свои раунды, поэтому... Ой-ой-ой. Как же он ему дал. Залетил так... Ай-яй-яй. В это же время ещё мид поджал Хореза. Так что ещё можно найти какой-то... Прям под ноги бросает молотов. Противнику, но, к сожалению, смог его тушить. Да, неудачно кинул гранату, но ничего страшного. Стил Герман подбирается очень близко к базе B. И ещё один нашёл. Мог бы забрать его на релоуде, но не стал рисковать. Да, Герман не стал рисковать. И вот он пытается открыться. И открылся. Забрал его. 3 в 3. Выход на А пытаются... У Жуфри был шанс, но, к сожалению, он им не воспользовался. Может быть, его тиммейт? Нет! Альфа-гамма падает вторым. И Герман последний в коннекторе остаётся. Его ждут, его читают. И они знают про него, потому что он там топл и перезаряжался. И сейчас будут его давить. Ноу-скоп через прыжок. Как Адрила решил вот так забрать, конечно, Германа. Какое-то, наверное, неуважение, мне кажется. То, что ноу-скопом, да ещё и почти в прыжке. Ещё и прыжке, да. Как вы думаете? На уверенности. На уверенности. А, ну может быть, да, уверенность, согласен. Может быть и так. Ну что же, предпоследний раунд, половины. И это будет полубай у команды Underground. 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, да, 5-5, игра слов. И? У-у-у, как же! Хедшот, ты видел он мне, показал, что он был в прыжке в это время. Да-да-да-да. На каком-то бэхопе невероятном. Не, ну это, мне кажется, человек сзади был, и он сидел и стрелял. Это была месть, кстати, за тот прыжок от... От самого... От Какадрила. От Какадрила, который, да, и тут... Жуфри забирает Эпикс Кайф. Ситуация уже 5 в 2 в пользу команды Underground. Соло Жуфри вышел на Б и... Ты посмотри на их бай, они, получается, забирают просто эко. Да-да-да-да. С пистолетами. Да-да-да-да-да. 2к бай они забирают. Да, и Анкл Скувс они сейвят. Мага, Мага еще хочет выбить этот... Мага, Мага, Мага... Ну, второго не получилось забрать. Но ничего, я думаю, ребята пойдут за ним, за вторым. Ты посмотри, как Мага отрывается от своих даже тиммейтов по киллам. 14 на 6. Удивительная статистика в 11-м раунде. Это Роналду в мире киберспорт. Бомбардир местный, да? Да, бомбардир. Молодец какой. Ну, и Вилес решил сейвить снайперскую винтовку. Посмотрим, получится ли у него это сделать. VRPointBuy в нашем чате говорит, что Скувы очень сильная команда, если за них болеть. Так, ребята, давайте же поднимем щиты за эту команду и начнем болеть. Может быть, именно вы поддержите их так, что они заберут эту встречу в свою пользу. Но и фанатам команды Underground тоже советую тогда немножко поднапрячься и поддержать уже их. Пытаются загнать его. Вилесом и загнали. Тали хотел к прыжке, но уже со Скувом забрать противника, к сожалению, не удалось нам видеть этот красивейший момент. Ну что же, последний раунд половины. Посмотрим, смогут ли UncleScoves зацепиться за один раунд, за последний. И будет ли 6-6 в этой половине. Отбрасывайте молотом на мину. Туда же летит флэш. Стреляется мага с медом через смок. Кидает гранату, может быть, даже накоцал неплохо, почти на 50 хп. Нет, ровно на 50, да? Нет, не на 50, на 33. Но у него же сейчас 49 здоровья. Или где он потерялся? А, 49 на 51 хп забрал, простите, я не его видел. 67 у него армор, а здоровье, да, срок у него 49. Так что да, больше, чем на 50. Ну, должны ребята UncleScoves забрать этот раунд, и у них и... Пока что хорошо стоят, мы видим, да? Очень крепко, на ногах. Да. Ожидают врыва. Ну, они 3б встали. Сейчас как раз стягивается у нас на мид как адрила, и понимают, что это будет, скорее всего, А. Да, они не пошли. Невероятная перестрелка через двери на миду, но, к сожалению, никто из них не одерживает победу. Но сейчас может произойти что угодно, даже перезарядились дважды. Underground решают в кон пойти, и выходят на Б, и тут... Второго забирает! Но жутку меняет, разменивает, вернее, свертимейт. Разменивает сразу же, да, да, да. И тут как адрила мидл подчищает, и у нас остается один... Очень быстро все произошло у нас в этом раунде. Да, 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 они бежали в коннектор, мидл бежали плюс коннектор, и видите, как у них не вышло выйти на Б. Но сейчас посмотрим, может быть, будет плачь очередной. Сержгуа стягивается под базу А, но там его уже ожидает Велес. Его ждут, да. Очень близко причем! Будет ли хэкшот? Нет. Хэкшот от Велеса. У нас ровная половина вышла. 6-6. Команды молодцы, равная игра, как мы и заказывали. Мы планировали посмотреть сегодня допы, правильно? Покупайте, ребята, берите напитки, чай горячий, печеньки. Присаживайтесь поудобнее и смотрите. Потому что игра будет долгой. Видно, ребята готовились. Молодцы. Ну что же, в этом раунде. И команда... Ну что, у нас тут выход. Наа пытались сделать ребята из Анкл Скувс. Но их мага остановил своим смоком. И мага принимает. Почему-то он один на точке. Нет. К нему стягивается Джоуфри. И они принимают вдвоем. Пока нету... Нету... Не может. Не получается у него. И забрали стил Германа. И Джоуфри остается один. Хорошо. А Джоуфри... Вместе с Сергуа. Сергуа. Сергуа, да. Но ФБ его забирают. Извините. И Джоуфри забирают тоже. Да. Такой вот раунд. Второй же пистолетный раунд. Забирает снова у нас команда атаки. И в этот раз... Это команда UncleScoves. Нам потребуется небольшая техническая пауза. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И возобновляется матч, дорогие друзья. Мы пофиксили наши проблемы. Можем смотреть дальше. Прошел пистолетный раунд. И он закончился в пользу команды Scoves. Да. Ребята вышли на АТО. Тогда мага пытался их остановить смоком. Но видите, как не вышло. И тут у нас так Б. 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 Перестрелка под базой B. Пока что побеждает команда UncleScoves в этом раунде. Посмотрим, как будет происходить дальше. Джуфри сделал DimaTorzok Находственный билет все равно не погибает. И они забирают оставшегося члена команды Underground. Да, было близко, но это была эко. Но Джуфри решил купить MP9. Я так понял, рискнул. Вместе с командой они рискнули. Сейчас, кстати, у обеих команд похожие баи. Посмотри, есть три М-ки. В противовес им тоже три штурмовые винтовки. Но два Калаша и один Галил. Галил. Да, но что самое интересное, Underground стакают 3B. А нет, убежал у нас Герман. Убежал он, я так понял, на них. И вообще под А. А тут выход под В планировался. Но не вышли опять. Альфа-гамма просто... Но ФБ нашел на Сентре. Это где было, скорее всего, под А. Да, и... Забирает лоу-кик. Вернее, Серж Гуа. С новым никнеймом. Мы иногда путаем. А, да. Так, так, второй будет. Второй есть. И третий. Ай-яй-яй. Встреча на миду. Герман против, как Кадрило. Нет, решил перезарядиться и отойти обратно. Ну и, как видишь, Underground угадывают относительно базы А. Видишь, как они стали 2А. И ребята как раз выходят. На, спокойненько. Дает смок 9. Не попал, да? Не попал смоком 9, к сожалению. Но зато попал хорошо гранатный. Перестрелка Мага забирает к Кадриллу. Но дают поставить пачку, судя по всему. Не, не получилось. И Герман у нас остается последний на базе А. И второй. И остается один в одессе. И близко. Как же близко было. На 3 раунда опережает команда террористов. Команду Германа Underground. Смотрим дальше. Есть деньги у команды террористов. Но нельзя этого же сказать про команду спецназовцев. Будут закупаться, судя по всему, на последние деньги. Будут брать фарминки. Но будет ли от них какой-то экстраординарный раунд? Или решили встать так же? Ну, Анкл Скуфс делают, играют дефолт. Спокойненько. 2 плюс 2 плюс 1. На миду их закрыли смоком. Они охладились, стали, подождали. Ну и ФБ ждет поджим с Амэйн. И как раз мага поджимает Амэйн. Будет ли килл? Не увидел ФБ, не увидел. Его в уху убивает мага. Какой молодец. Минус 2 просто на воде совершает мага. Отбрасывает молотом прямо точно туда, где находится один из членов команды противников. И возвращается на базу А. Откидывает флеш. Создает такую видимость, что ребята находятся на базе А. А сам уходит на мидл. И погибает от серии. Но тут его встречает стил Герман. Да, и ребята остались 2 в 4. И как же мага сделал эти 2 фрага? И Эпик Флай Ф разменял. И осталось 2 в 3. Остались ребята. Отбрасывается молотом прямо под ноги. Пробегает. Нужно его. Какая дуэль важная. Ну там же... Там и стил Герман нашел. А Альфа Гамма все-таки сгорел в молотове от Эпик Скайфа. Ситуация 2 в 1. В поиску команды Underground. Посмотрим, заберет ли раунд Эпик Скайф. Услышал, услышал. Но не пошел в спину. И знает где Герман. Должен знать. Но Герман... Погибает, к сожалению. И взял он этот клатч. Эпик Скайф. Ну это наверное 2-й MVP, да? Нашей сегодня игры. важный был клач для своей команды он взял 35 они начали этот раунд и как же он перевернул эту эту ситуацию underground делают форса 5 бай в то же время у анклс играют тот же раунд дефолт спокойно медленно спокойно уверенно будет ли мага поджимать нет не решился он поджимать а с другой половины карты ребята решили все таки файковать базу б раскидывают ее но не проходят перед ними но его забирает лоу кик делает уже минус 2 2 2 почти собирает нет здесь стил герман просто расчетит как говорится за свою команду 2 ситуация уже два в два перестрелка мидас с водичкой и fb его забирает перестрелка стил герман герман еще одного противника один в один и выбивает пачку просто тушит своим смоком молотов про харр будет ли смог заходить как же он бежит и на ходу как истинный про игрок так вышел прям и неожиданно для германа видишь герман очень очень неожиданно когда человек врывается в прыжке до и выжки до зажимая вообще левую кнопку мыши но главное что он смог законтролировать свой спрей и забрать все-таки противника проблема по экономике underground я думаю и поджимы нет не осуществился серджо передумал поджимать домен надо закрепиться в этом раунде надо им то ли б стак ну то ли а непонятно видишь как их раскручивать по всей карты вся я думаю что все-таки команде спецназовцев них необходимо немного быть агрессивнее и все-таки пытаться занять что-то тут и часто работе рату и нашел entry опять и играет 2 сергу отправляется в следующий раунд уже сейчас герман нет жуфри падает остается лишь мага патронов не хватило ты видел почти почти было это было один шанс забрать этот раунд ну и все маги маги нужно сэйвить я считаю посмотрим какое решение примет он сам перед последним раундом денег нет очень ситуация тяжелая для команды underground я думаю нужно становиться 4b и пытаться удержать точку потому что денег нет неизвестно неизвестно как они смогут удержать если они втроем например будут держать ну что же последний раунд или же все таки камбэк но пока что мы видим двухкратное превосходство в пользу команды скуфов ну и никто не ждал никто не ждал все я думаю уверили больше в underground мы же видели как они поначалу вели в счете да 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 51 было все правильно говоришь невероятный камбэк просто совершила команда скуфов со счета 51 они сравняли счет до 66 пытался найти джуфри на миду entry и ждет хорезу но хореза не открывается хореза решил открыть через рифб нашел entry опять в этом раунде где-то было по доменам джуфри делает паритет заходят на б сплетают б и у нас последний здесь стил герма на точке и один снова в прыжке хотел его западил 2 ай как же близко рон с двух сторон все-таки застрелили но мага мага на базе б мага должен брать этот раунд я считаю у маги шиньев и нажимирает очередного противника это уже вроде как же он как же не улетит сюда но у нас остался последний джук попал выстрел не попал и будет ли горит 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 нет не понимает калашникова в принципе может забрать двоих одной очереди но забирает 1 ловит его просто на ноже нет китов китов нет все а времени нету к сожалению возможно и в бис слышал как он и в безобирает забирает раунд и игру для своей команды поздравляем ребят на карте анубис 36 в пользу команды анкл скувс да поздравляем ребят и мы к вам вернемся сразу же на вторую карту будем болеть за андеграунд за классную игру за ровную игру поэтому кулачки поднимаем ребят и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Ну тут какой-то быстрый выход на мидл, и их ждут, их ждут, и тут Альфа Гамма ждет со шарта, и даст пройти Джуфри, если что, только не попал. Просто мимо прошел противник, и Джуфри пикает ладер, понимает, что его могут ждать с джанглой, и тоже закрывается, но Альфа Гамма его преследует и забирает. У нас дуэль очень важная. Забирать просто в спину Альфа Гамма очередного противника, опять же, с шарта. Сил Герман не попал по Хорезе. Ах, как же он навелся хорошо. Молодец. Ну и остался у нас Хореза, и последний в окне, и про него знают информацию, и за ним уже идут. Да-да-да, Альфа Гамма его убирает в спину. Какой-то не... Какой-то в хаосе раунд был весь, да? Террористы вроде вышли на... Ну и атака достаточно беззубая, то есть они не врываются, не прорывают эту защиту ни на одной из точек. Наверное, стоило бы им играть чуть-чуть агрессивнее. За атаку уж тем более. Может, раскинуть надо было что-то, выйти куда-то на Б. Вот сейчас Бераж будет, скорее всего, да? Кто-то остается на Медуза. Какатрила с НУП, и это Бераж. Что у нас тут на приемке? Альфа Гамма. Судя по всему, Молотов их останавливает. Граната прилетает на отличнейшая. Забирает около 100% удовольствия. Туда же вторая. Прилетает туда еще СМОК. Просто нашивает. Какое-то невероятное событие происходит под базой Б. Убивают друг друга. Просто две команды. Хорез забирает сквозь СМОК лоу-кика и устанавливает пачку в дефолте. К нему прилетает Молотов, но его не обжигает, что дает ему возможность отойти. Жуфри, ожидая ФБ, на машине забирает его. Как же он попадает, да, Жуфри, в этой игре? Мы уже услышали хорезу? Разве кинули ему? Да, слышали его спокойно. И просто забрали его с ЮСПА. Пока что 9-1 в пользу команды Underground. Ничего не показывает, к сожалению, Скуфы в этой игре. В отличии от Аномиса. Нужно им, конечно, собраться спокойненько. Выдохнуть надо, подышать. Ну и хотя бы 3 раунда они должны взять за атаку, потому что будет очень сложно. Потом камбэчить, но все возможно, все возможно. Мы уже видели, как однажды сегодня команда камбэчила на карте Анубис. Да, они камбэкнули, кстати говоря, да. Со счета 5-1? 5-1. Но опять Кокадрилла пытался выйти рамподин. Не получилось, что у него хороза пытается мидл быть. И так же опять попадает Молтун. Ооо, ванта просто! И мага в этот момент забирает Кокадрилла. Меняет просто своего тиммейта на противника. Перестрелка коннектора с Андером, который побеждает Серж Гуа, откидывает Молтун, чтобы не ворвались Меда. Да, никого нет на Б, кстати говоря. И могли ребята из Анклскус выйти туда. Но у них там такой, знаешь, предательский смог, который не пускает выйти на базу Б. К сожалению. Создает такое некое ощущение, что там кто-то есть. Знаешь, страх перед неизвестностью. Угу. Боятся ребята, смог неудачный получился. Будет открываться. Хорез открылся. Да, мага в этот залгунство просто открылся. И все благодаря такому смоку. Герман до сих пор на А. Очень важный фраг, очень. Два в два, ребята. Возьмет ли? Напарники, так называемые, остались с одной стороны и с другой. Как же жестко он это сделал. Поднялся по лестнице, его не ждал. Сейчас все зависит от Германа. Смогут ли начать свой путь к камбэку команда Анклскуфс, или Герман забирает двоих, и счет становится 10-1. Но, к сожалению, у Герман нет смока, но есть киты. Но он увидел противника. Увидел? Нет, не увидел. Увидел. И они тоже не знают, где он. К сожалению, он... Видит голову. Да, но он понимает, где двое. Собирает его, к сожалению, противник из команды Анклскуфс, но для них это счастье, ведь это, возможно, путь к камбэку 9-2. Поздравляем, второй раунд взяли, уже молодцы. Надо еще один раунд взять. Мы знаем, что на Мираже все-таки сильная сторона — это КТ. КТ, конечно. Если команда настроена на камбэк, она спокойно может камбэкнуть за КТ. Для них это будет очень легко. В этом раунде КТ, один человек у них под В. Это Альфа. Ну и три... А, угадывают, кстати говоря, ребята из андеграунда. Опять угадывают. Да, ну это какой-то фейк, видимо, будет. Или что? Ребята с обеих команд сейчас стараются играть в некий дефолт, подходит к базам очень плотно, но не выходит. Ожидает, что все-таки команды противников будут ошибаться. Кто-то пикнет, но в данном случае пикающий победил. Да, как Андрила нашел энтри для своей команды. Это очень важный энтри. Возможно. И у них получится зацепиться за этот раунд. За последний раунд этой половины. А где Хореза нашел напада, да? Да, забрал просто Германа, который все-таки обычно охраняет КТ. В прыжке забирает в жуфре противника со снайперской винтовки. Слышит наверняка, что он уже блин. В спину забирает мага просто его. В затылок стреляет ему с эмки. В этот момент размены произошли на Б-сайте. Там забрали опорника Б. И Б у нас чисто. Да, Б у нас чисто. И... Посмотрим. Два в три. Но ребята почему-то пошли в ком. А, бомба лежит на голове. Поэтому мага... Не второго мага забирает. Остается последний у нас. А в этом раунде мага сделал уже минус три. Посмотрим дадут ли ему квадра. Не решился лезть в окно Виллес. Понимал, что там может быть противник. Медленно обходит с базы. Осталось 17 секунд. С КТ. Только перестрелка поможет ему выиграть этот раунд. 10 секунд. Но ребята не пикают. Очень закрытые встали. Да, судя по всему это сейв. Не успевает по времени, к сожалению. И начинает топать за чем-то. И это последний раунд. 10-2. Да, это стогсшибательная защита. В итоге не получилось у Анклс Курс как-то закрепиться. Вот. Но... Посмотрим, может быть все-таки ребята камбэкнут. Я верю в камбэк. Я тоже верю в камбэк. Видели мы уже однажды. И даже не однажды на этом турнире, как ребята камбэчат просто с лютых щитов. Ну что, получится ли у них? Сейчас посмотрим. Что же они придумывают. Ой, сразу же Эпик с КФ прилетает в голову. Просто вся толпа команды Underground пытается выйти на А. Там перестрелки и с ямы, и с ковров. С одним лишь кокодриллы, который до конца стоит и выстреливает своим противником. Влетел с КФ на ноге, просто пытался забрать кого-то, но не получилось. Команды Underground заходят на А. Врывается просто в сумок. Герман забирает противника, но тут же его разменивают. Ситуация 3 в 1. Хореза со своим 5-7 все еще может выиграть раунд. Да, очень быстро события происходили, и команда Underground прострелом забирает магу. Как же ему залетел? У него киты есть? Есть киты, есть 5-7, осталось лишь два противника. Ну, не читает он КТ. Есть все для того, чтобы забрать раунд. Мага может ошибиться. Прошу прощения, мага альфа-гамма. Не читает КТ, к сожалению, Хореза. Не понимает, что это может быть противник, что его уже обошли. Но предполагаешь, что это может быть пауз? Нет, с двух сторон зажали. Не получается у ребят, не получается зацепиться как-то. Снова пистолетки забирают одни лишь террористы. Что в прошлый раз, что в этот. 2-2 по пистолетным раундам у команд. Да, сейчас важно, кстати, забрать форс для Анкл Скурс. Если они заберут этот раунд, то, конечно же, и комбет. Перестрелка на миду. Забирает просто на первых секундах раунда. Жуфри, FB в окне. Виллис. Встреча с Жуфри. Находзел. И забрал его. Но забрал не... А, забрал Виллис, все хорошо. Да-да-да. Хореза. Неужели в ухо сейчас убьют с коннектора? Нет, решили не проходить в смог. Будет пикать Виллис? Да, пикать. И как раз под флешку. Прям в лицо его прилетел. Это флеш. Ну и в этот момент на рампе произошел килл. И Герман забрал у нас. Ну и тут коннеперестрелка важная, кстати. Хореза не получилась. И как Адрила. Ребята перестреливаются просто до последнего патрона. До тех пор, пока не придется перезарядиться, уже не нажимая на кнопочку R. Попадает раз. Забирает противника. Один один. Один один. Последний. Против как Адрила. Есть же возможность подобрать какой-нибудь ганн. А не видит он. Я тоже. Кстати, вон и Галила. Вон лежит. Да, да, да. Сейчас будет путь. Да, подобрал. Видит. Какой хит-шот. Какой хит-шот. Какой хит-шот. Аплодисменты этому джентльмену. Какой. Какой. Адрила против Герман. Как же он помог своей команде. Просто великолепно. Как же он это сделал. Важный момент включился. Открылся. Зиги один против троих он оставался. С дробовиком с новой, да, по-моему. И как же он там нашел эти два килла. Вообще невероятные. Ну ничего. На конскурс. Сейчас произойдет перестрелка на беду. Просто в Смог нашивает противника. Ну его забирают. С дегла альфа-гамма просто. И тут Виллеза подлавливают на гранату. Но нет. Он в Смог за этих людей. И его тоже раскрутили. Никого пока что не забирает. Команда защиты. Даже учитывая, что у них бай будет получше. Какой обидный раунд. Ай-яй-яй. Главное открываться за гранату, конечно. Забирает одного. Забирает второго. Не перезаряжаясь. Пытается пикнуть. Перестрелка. Отдается, к сожалению, на базе Б. Как Адрилл остается последним. Кстати, опять он... В прыжке вылетает. Убивает противника. Полгика с Юспом. Один на один против альфа-гамма на базе Б. Но в спину ему подходит уже Жуфри. Да, и куча гранат у него. Может, молик какой-то? Нет. Он не попадает. Ни пули. Ай-яй-яй. Как же было все-таки близко. Какой близкий раунд. Да, я как Адрилла второй раз пытался спасти свою команду. Мы уже, кстати, не впервые видим, как команда Underground забирает раунды с пистолетами. Да. Однажды это было просто фулл с Юспами. Да, кстати говоря. В прошлой половине. А теперь они забирают с деглами иглоками. Все-таки видно, что они тренировали пистолеты, да? Сразу же убили окно. Спокойненько вышли на Зиг. Не ожидал их там увидеть. Вилэр. И тут опять Джуфри. Есть информация у команды Underground, что один из противников побежал. Вандер. И тут спокойненько Альфа Гамма в спину. Не ожидали его увидеть. Как Адрилла не ожидал. Герой этого раунда. Хэдшот с дегла просто с коннектора. Забирает Альфа Гамму. Подбирают калаш, судя по всему, в коврах. Там был еще поджим под Б, Хареза поджимал. Но дальше не пошел. Никого там не увидел. И пойдет Вандер на подмогу своим ребятам из базы А. Ну ждут ли его в Вандере Харезу? Но он решил спалить всю позицию. Дает ХЕ. И про него знают сто процентов сейчас. В дуэль важная. И Стил Герман его выигрывает. И Б чисто. Герман сейчас проверит. Да, даст информацию для своих. Сокомандников. Ну и Джуфри. Важная сейчас у него позиция. Его обходит с двух сторон. Забирает окно второго. Как же. Не повезло опять. Ну и Хареза. Хареза из Эпикс КФ. Пытался стрелять Хареза на ходу. Но, к сожалению, не вышло. Попасть не одним из патронов в голову. К сожалению. Что же, один-один, дорогие друзья. Один-один. Инферно. Инферно. Я обожаю Инферно. Я тоже обожаю. Я обожаю Инферно. Мы с Давидом очень сильно любим Инферно. И мы неоднократно видели на этом турнире, как дела происходят у нас на Инферно. Это всегда потные матчи. Валидольные. Болеем. Болеем за Инферно. За хорошую игру болеем. И давайте, ребята. А сейчас мы уходим на небольшую паузу. Давайте. Уходим. Уходим на норс. Окей. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 решила открыться и забрать ну мало приняли сначала положено первый раунд уже в пользу команды underground жестко приняли зика не знали что там будут ребята бежать слышали их ну соответственно приняли прямо всей команды ну и что это у нас от анкл скувс решили закупить 5 формилок неужели будут пушить миду нет небольшая перестрелка ю спами на виду откидывается граната прямо в ноги противника неплохо на коц или хариза шелки у нас по да а он запушил ковры и давида его уже ждет здесь и в бее там же появляетесь велес погибаешь а спил у нас просто как будто не слышат он бегает по всей карте и расстреливать противникам своего родина от не слышал наверное да остается у нас как адрил но это к раунд и в best ее за им нужно хотя бы кого-то забрать хотя бы кого-то его джуклю слышал просто напрыгивает на него как альфа-сайл это был экономический раунд ничего страшного не надо расстраиваться но с другой стороны достаточно грамотно сыграла команда германа это у нас андеграунд никто из них не погиб против эко-раунда это очень важно сохранили экономику и возможно будут сейчас фармить на следующий раунд с помощью своих фармилок ну что же что ты думаешь вообще по поводу инферно вот какая сторона более сильно карты просто максимально сбалансированная карта по сравнению со всеми остальными поэтому сложно сказать мне лично нравится играть как за одну сторону так и за другую но как всегда конечно предпочту сторону спецназа мне кажется за нее играть комфортнее тут произошли ситуация такая произошла ребята решили мидл запушить антрогаса граунда и у них это не вышло анкл скулс просто ждали их спокойненько и спокойненько по одному всех позабирали и устанавливается пачка на базе а ситуация 4 в 2 забирает одного жуфри остается 13 уже ситуация как будто бы немножко выравнивается в его пользу кто-то мог бы так сказать но к сожалению нет fb его забирает и отправляет следующий раунд но этот раунд андерграунд сами конечно дали мне кажется они решили под запушить непонятно это была идея все-таки такая но идея не сработало но интересная идея интересная наверное решили что могло бы все сложиться так же как и в предыдущем раунде когда жуфри запушил ковры и забрал несколько противников ну посмотрим может быть они в этом раунде решат запушить мидл но нет жуфри у нас покупает а в п и и не показывает на виду просто жуфри противника и дальше дальше пушит ковры вторая встреча еще одного забирает герман где-то взорвал fb это под б жесткая перестрелка на банане герман перестреливает противника остается как адрилла 14 каждую секунду какие-то размены происходят а на таймере всего лишь 120 минут и посмотри очень быстро получилось все-таки андерграунд решили не останавливаться в своем победоносном таком шествии там стремятся стремятся добиваются своего ну молодцы наверное все таки хотят уже поскорее закончить эту карту не успев она начав начаться просто не устали уже хотят быстрее заказа хочет и попить пить и пить чайок или что не пересматривать демки да ну и в этот раз команда германа решила сыграть три банан оставить пристально смотрится снайперской винтовкой жуфри банан ожидает что все таки хариза на него выйдет а может быть и а вот и не попал дёрнул прицелом пикнуть ничего 3а в этот момент стоят андеграунд все-таки забирает жуфри на банане противника жесткая перестрелка в ладре более ли прошу прощения надо уходить ему магии правильно он делает 53 зачем дальше играть но почему-то что уж нет все хорошо ребят 5 3 этот раунд должен забрать андеграунд по логике ну и на бы ничего у нас не происходит на бы тихо и ребят не попадаю подать герман как адрилла попадает противника и забирает его герман забирает 1 накатывает 2 и тут ему помогает альфа гамма забрать раунд 4 1 ну получается что-то у ребят но как на мираже тоже самое надо спокойненько что-то у них получать надо вот подышать опять же да да взять может быть техническую паузу подумать ческую да подумать выпить водички что-то у них и выходит команда германа наоборот андеграунд набрала обороты и уже 4 1 дают продышать противника ну и рашб и взрывают просто взрывает еще одного туда же альфа гамма кладет просто одним одним зажимом двоих противников да очень жесткая приемка они угадали 3b встали хоть что так как адрила он пытается что-то здесь сделать пытается как-то экономику почти почти вот если бы забрал бы джуфри и заселил бы в п но тогда больше было бы конечно шансов по порте экономику противника уже на третьей карте мы видим изначальное превосходство одной из команд то есть всегда 51 стабильно на второй карте было даже по-моему девять один да если я не ошибаюсь но на первой карте у нас в итоге был сумасшедший камбэк на 2 его не было важная дуэль была в самом начале просто вырубает снайпера да наконец нашел для себя он этот entry искал так долго ждал его и получил что же как адрила получает хэдшонов маги с банана слонга простите сыпется атака сыпется ничего мухареза разменял ребята что-то пытаются сделать и 2 в 3 что же получится ли у них затраунд ну топают они шумят про них знают все мага собирает информацию ждет ждет и вообще не ждут здесь неприятно что просто не реки не стал даже проверять ничего встал доставать какую-то гранату в руку из карманов продажи и тут его забирает мага ну виллес давай твой раунд твой шанс звездный час твой виллес давай два хэдшота и счет 5 2 ну важно брать этот раунд очень важно его про него знают он откинул такой смог и что же они не понимают неужто настреливают смог знаешь он там не удается виллесу забрать никого из команды противника альфа-гамма просох дал ему как-то говорится джеб джеб сразу же прямой выстрел в голову как говорится к сожалению не получилось опять у ребят не получилось но каждый раунд очень близок очень близок но был entry уфб ну все отлично спокойно ребята подождите раскидайте точечку или вместе выйдете все отлично у вас куда вы спешите сейчас тонн ой ой какая граната прилетает джуфри просто улетает следующий раунд хэдшот со снайперской винтовки от epic sky f очень удачно начинает раунд террористы может все-таки они собрались на инферно флеша 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 переоценил свои силы по одному опять видишь играют они забирает его подразмен сразу два-два каждое убийство сопровождается каким-то разменом ты не заметил давид до со стороны в этом раунде вообще стороны андеграунда они молодцы вижу они все время парах играют англ скувс почему-то как-то потерялись сейчас мага должен уже предполагать что все противники находятся на базе а учитывая то что его тиммейт уже прошел полностью банан мага не ждет их почему-то а нет ожидает ожидает но тут уже подходят спину герман и тайминг какой же тайминг он словит мага увидел решил не стрелять очень грамотно поступает мага ставится пачка не в дефолтную позицию отправляется молоток прямо в ноги противника перестрелка забирает мага он не ожидает 2 не понял судя по всему где находится противник он думал ковраг либо в зиге почему он по моему смотрел ровно в плент пленда не понял вообще а почему не понял потому что наверное горел молотов и отвлек внимание когда горит молотов мы не всегда ориентируемся по слуху да не слышно особенно потому что м-ка была у него глушителем и соответственно общей да ну или может быть не совсем верно проинформировал погибший его тиммейт подумал что его убили с ковров вообще не понял наверное где откуда опять близкий раунд как-то не получается у них ну и в б пытается что-то продемонстрирует продемонстрировать в этом раунде пытается ну очень обидный раунду предыдущий для команды скуфов джуфри опять entry находит под b и мага пикает second middle ну и все два остается 1а как-то быстро размены происходят моментально причем минута 30 на таймере а уже нет четверых игроков троих извиняюсь анкл скуфс ну а в целом конечно четверых мы тут вообще не понятно что делать ребята очень сложный раунд видно что пока что не понимают какие действия необходимо предпринять сэйвить или пойти попробовать выбить какую-то точку забирают одного противника ситуация 3 в 2 уже не такая плачевная можно попробовать что-то и сделать да он почему-то решил поджать непонятно почему хотя все вроде хорошо у них 4 в 2 ну и альфа гамма остался один на точке а топ герман пропушил в смог через миддл и прошел в спину своим противником пачка устанавливать не проверили лонг к сожалению не везет джуфри альфа гамма не пошла стрельба почему-то да и альфа гамма решил просто диффузить на яцик получится ли у него удается просто сел из-за дефал пачку при живом-то противники ну какой же анлак в этой игре каждый раунд каждый раунд уже пять раундов подряд примерно да не везет ребятам может даже 6 6 раундов подряд не могут они все таки да не везет вы были близкие раунды вот эти вот шесть раундов подряд это не могут додавить да вот тут был 24 кстати говоря они почти вырулили 24 тройная гранат прилетает на миддл еще и снайперская винтовка стреляет но никого не убивает серии с велес прощение забирает магу забирает еще одного туда же отправляют следующий раунд жуфри эпик скайф разменивает тиммейта и последняя специалька опять быстро разминает происходит минута 20 на таймере альфа гамма остается последний на банане уже на виду слышит second middle не успеет он скорее всего не успевает ну и будет пытаться да как ты думаешь я думаю что он будет пытаться слышится настройки он забирает одного headshot пачка установлена под дефолт должен предполагать что один должен быть в коврах проверил плент никого нет поздравляем анкл скуфс наконец-то у ребят получилось зацепиться за раунд за второй раунд для своей команды ну и посмотрим я думаю что 8 4 вообще в идеале было бы очень отлично но учитывая то что вне зависимости от того насколько нам показывает статистика что карта 50 на 50 по сторонам всегда комфортнее играть за сторону защиты для большинства игр может быть это практически и не так но как минимум морально всегда приятнее играть на стране как же ктшников хотел я сказать и когда террорист забрал противника на банане ну и герман остался у нас последний на базе b и на банане сидит про него не знаю сможет ли он тут показать предполагают 0 как адрила снова в прыжке зажимает убивать свою противника и знаходит еще один килл пода остался у с альфа гамма и мага смогут ли они неописуемый импакт для своей команды и мага мог закрыть просто двоих противников убивая одного в прыжке видишь что второй был вне позиции и у него даже в руках не было автомата но к сожалению не смог додавить какой близкий раунд это вообще спасибо скидзе да первый раз первый раз я комментирую матч спасибо тебе за комплимент очень приятно ну и хореза находит опять энтри по герману по герману да герман решил открыться вы магу вообще не читаю что он поджал ну его скачет и смотрит ну и как адрила в коврах находит не ожидает магу смотрите мага как стал забирать одного нашивает второго забирает туда же и epic sky f а как адрила пытается проверить это не дали встречают другого противника который его забирает и что 20 22 забирает не забирает все-таки забирая 84 как и говорил давид в идеале более или менее комфортный счет выходит анкл скупс для себя посмотрим смогут ли они реализовать данное преимущество с прошлой половины за сторону кт да в идеале было им забрать четыре раунда и надеемся надеемся ребята из анкл скупс покажут игру наконец-то давайте включайтесь ребятки попейте водички опять ну вроде как и включились до 8 4 уже включились да уже более счет неплохой уже смотреть поинтереснее ну посмотрим отправляйте на миддл в лес с молотовым ожидает уже близко противников отбрасывает молотов далее за ним следует смог герман запрыгивает ковры дуэль важная забирают эпик скаэфа там лес разменивать своего соперника герман забирает его в ответ остается он с fb один на точке а и на него бегут бегут флеш блайндер не понимает не слышит услышал нет не попадаю просто хэдшот на ходу от лоуки к какой же раунд показал андеграунд какой же раунд там спине герман все-таки не ожидал что его будет видно когда проходил смог как адрила остается последний опять надежда на одного замечательного игрока как адрила получается на дреку чинов чинов получается у него хотя бы даже 2 килл дать к сожалению как же близко все-таки но вот если бы они не стали пушить стали бы просто в планте прибыли бы спокойно да немножко решили сфорсировать события ребята из команды анкл скупс да был близкий раунд я думаю что не получается у них играть так как у команды могу предположить что будет достаточно быстрый раунд на банане сейчас забирает герман харес забирает альфа гамма второго вилле за который охранял базу б ну да и остается у нас жуфри на люрке на миду ожидает перетяжку и будет по одному чеки вы забирать противника минус 3 прямо на миду 10-4 к пользу команды террористов да да как же он заряжен это просто невероятно но это фавориты турнира я считаю ну если опять же анкл скупс не покажут нам просто феноменальный камбэк который мы ждем а мы уже от них видели камбэк на анубисе на анубисе правда ты правду говоришь ну видишь как почему-то у них на инферно не выходит ну рашбе рашбе прилетает граната прямо в ноги сержу гуа даже молотом минус 2 от fb просто прошивает с фамаса двоих как же поймались как же часто все-таки мы видим когда они встречаются друг другом на свече выбивает пачку epic sky f тут же падает от жуфри ситуация два в два пачка валяется прямо посередине которую жуфри уже забрал отходит назад опять на гранате ловит противника один не читал 2 при почему не читает была же инфа что джуфри там был на миду убежал решил уйти ну и все это время слышит его решили ребята из команды спецназовцев все-таки разойтись отлично за отличный зажим от жуфри просто как он попал вот это молотов просто как фейерверк как салют в честь празднования победы в раунде может быть и в игре fb герой раунда кстати говоря ну и сможет ли он обыграть джуфри но джуфри в очень коварной позиции но это не считается вообще он его не смотрит потенциальная звезда этого раунда по два килла в этом раунде кстати у обоих и киты есть у fb оппонентов да может попробовать но вообще не смотрит спину да и к сожалению не предполагает ловит его просто на лету жуфри и забирает клатч 1 в 2 ну близкий раунд близким какой же близкий раунд согласен fb очень жестко зашал на банане сделал просто минус 2 своего фомаса было 4 в 3 все отлично все отлично спокойненько отойти принять их ну не могут зацепиться ребята почему-то летят вперед летят вперед на кураже пытаются как-то еще 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 но не надо же так надо граунд вы видите что они очень церкви и за каждый фраг себя очень сильно ну и герман бежит да герман побежал на банан и отдался но он все равно неплохо накоцал харезу который его и забрал вот хорошая защита спокойно стоят ждут просто молодцы все у них может получиться ну зачем он не открывается у него 12 хп и он просто граната взрывает его и туда же сжигают просто тело просто решил чтобы не встал как говорится мага видит ну альфа нашел вода с магой и мага нашел свой килл но тут прям развал как-то у ребят вообще не выходит ничего не выходит у них ну посмотрим может быть все таки возьму есть шансы ситуация 2 в 2 уже хареза также забрал на базе б противник подбирает снайперскую винтовку и будет встреча на банане ай-яй-яй мажет но успокоится жуфри уже в спине неплохо отыгрывает джуфри роль люркера на этой карте падает от вели за это один в один опять клач опять клач и мага что мага опять смог мага с маке услышал как противник пробежал в этот смог судя по всему понимаешь что разминулись немножко ребята хочет зарезать зарезал 12-4 как же так пользу команды underground ну underground на кураже прям бегают стреляют прям вообще ну без шансов как будто есть такое ощущение откидывается граната на миддл вторая летит туда же никого пока что не коцвет всего лишь два процента здоровья забирает у виллеза в этот момент контроль банана происходит джуфри уже близко подошел под стеночку и хареза будет с ним встречать будет у них дуэль но нет не выходит джуфри хэдшот просто от джуфри на банане так в этот момент мидл поджал эпик эпик sky и его не ожидает никого с ямы забирает спину обладателя бомбы забирает второго как же вам надо подбирать калаш и сэйвится где-нибудь помажет альфа-гамма хэдшот все-таки залетает на миду но пока не лежит пада анкл скурс они контроль от ее ждут ждут ребят из андеграунд судя по всему еще поборется ребята из команды спецназовцев за победу на inferno ну включились прям вовремя включились последний раунд этой игры ребята ну ну что стил герман попытается отбить эту бомбу альфа-гамма хэдшот ну нет от xkf 3 в 1 ну сейчас посмотрим может быть герман все-таки возьму на траву 25 секунд слышит как топает противник в смоке на бревна зашел и ждет я смог будет развеиваться и герман пытаться дать но ты посмотри на таймер у него всего лишь 15 секунд но решат и шанс может он двоих заберут ногу просто застрелил противника ай-яй-яй поборется ребята все еще за победу в раунде в игре ну давайте ребята за камбэк болеем будьте камбэк ну 2b на старте этого раунда решают сыграть анкл скульс и как раз раз рождаем а гараж просто бежит берем зажимая забирает 1 2 остается просто с каким-то маленьким здоровьем хорошо что гранат его не заделал он его разменивает как же близко герман открывался зачем он открылся по второму ну все же хорошо ну все стянули фабе в этот момент выходит на мидлс и жигуа занимает аплент дает информацию своим тиммейтами это конечно прискорбно выглядит ребята уже за андеграунд заняли аплент хэдшот от альфа-гаммы до этого ситуация 4 в 2 ребята смотрим внимательно возможно это последний раунд встречи возможно хэдшот от альфа-гаммы пасть вилезу как агрил остается последним этом раунде вы чудо одно чудо может спасти эту игру если он сейчас просто зайдет на плент как-то раздиффузить ай-яй-яй зарезали красиво решили завершить эту встречу ребята из команды андеграунд да мы поздравляем команду андеграунд с победой я желаю удачи анкл скувс у них в будущих матчей да в будущих матчах показали великолепную игру на анубисе камбэкнули вообще молодцы удивили удивили и правда все всем спасибо за игру всем спасибо за игру ожидаем следующий матч дорогие друзья а пока что ну да перерыв и сами был комментатора по имени давид и руслан руслан да